Мы в волне с городом. Радио Болтком. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать? Что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа Культ Просвет. Сегодня у нас очень интересный гость в студии. Человек, который называет себя экскурсовод-альтруист. Это интересное обозначение того, чем занимается наш гость Александр Егоров. Здравствуйте. Добрый день. Я очень рад, что вы нашли время в процессе своей основной работы зайти к нам в студию и сегодня поговорить с нами на эту тему. Напомню, что уже, я думаю, шестой сезон, который подходит к концу. Мы вместе с вами совершаем прогулки по, я надеюсь, общему латвийскому культурному пространству. Мы его ищем, если, к сожалению, оно иногда отсутствует. Или мы видим трещины в нашем обществе. Их довольно много, и они глубокие. Они довольно далеко находятся в прошедшем, в прошлом. Иногда они дают о себе знать и в современной политической жизни. В любом случае мы не отчаиваемся и ищем общее пространство. И вот сегодня Александр, наш гость в студии, расскажет о том, как он рассказывает о общем пространстве в Латвии, о истории Латвии и Риги, о прошлом, о нынешнем процессе того, как город живет, развивается. И я думаю, что сегодня мы могли бы поговорить о городе и городском пространстве с точки зрения политических процессов. Напомню, что сегодня наш эфир с технической стороны обеспечивает звукорежиссер Родион Золотарев. И, уважаемые радиослушатели, вы, конечно же, всегда являетесь неотъемлемой частью нашей беседы. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь к нам для разговора по телефонам прямого эфира. Сегодня я очень рад, что вы в студии, а не заочно в Зуме. Мы находимся в студии, соблюдая все требования и предписания. Надеюсь, что вы меня не только слышите, но и понимаете. Итак, Александр, давайте начнем, может быть, с короткой справки. Кто вы? Представьтесь нашей аудитории. Александр меня зовут. Родился я в 91-м году в городе Лепе, в городе Ветров. Но с 2000 года проживаю в Риге на постоянной основе, то есть навсегда переехали в город с семьей. И с тех пор появился интерес к городу, который, скажем так, для меня открывался каждый год все шире и шире. Потом накопилась определенная база, база знаний. И, в принципе, мне посоветовали, да и мне само очень хотелось делиться этой базой. И вот в 2010 году я впервые провел свою экскурсию. Это была такая совсем детская экскурсия, как я ее называю, с очень такими странными локациями в городе. Но вот с 2014 года на постоянной основе вожу, ну, до пандемии, по крайней мере, еженедельную экскурсию водил. И через меня прошло, там, где-то мы считали примерно 3-4-5 тысяч человек. Там сложно посчитать, потому что я не веду какой-то учет. Из всяких разных стран это раскрывает мой собственный кругозор очень сильно, да. Потому что люди приезжают разные, люди приезжают с разными взглядами из разных стран. Приезжают... Вот сейчас есть такое в Риге понятие «новые рижане». Это в основном, скажем так, ну, россияне, в основном, переехавшие на постоянное место жительства в Латвии. Так я очень часто встречаю, можно сказать, старых рижан. Это рижане, которые уехали из Риги, из Латвии, еще даже в советское время могли уехать. Это могли быть Соединенные Штаты, это мог быть Израиль, Германия. Ну и, конечно, бывают люди, которые вот уехали уже на волне, когда мы вступили в Европейский Союз. И это невероятно интересный просто опыт с точки зрения получения от них какой-то обратной связи, как они спустя какое-то время видят Латвию, видят Ригу. По крайней мере, интерес есть всегда пообщаться с такими людьми. Вы назвали свою первую экскурсию детской и сказали, что это были, по вашему мнению, какие-то странные места. Что вы посещали, какие объекты? И почему детская? Детская, ну, потому что я тогда был еще не самый, скажем так, сейчас мне 29 лет, тогда я был сильно моложе, и это были ребята из Беларуси, но им действительно все понравилось, но места это были такие, как, допустим, торговая сеть, однопопулярная, продуктовая, где я им проводил экскурсию по продуктам питания, которые у нас есть, и показывал то, что мы употребляем там на ежедневной основе. Это был, допустим, парламент Латвии, да, и рассказывал про тогдашнюю политическую ситуацию, как я ее представлял в 2010 году, наверное, на нашей политической арене. То есть вот такие вот какие-то, возможно, даже отчасти бытовые объекты, да, но, мне кажется, тем ребятам из Беларуси очень понравилось. Да, в Латвийском парламенте действительно много детей было и все еще находится, как мы видим, это по качеству политических процессов. Вы сегодня перед началом нашей беседы попросили как бы описать вас, как экскурсовода-альтруиста. Экскурсовод, понятно, вы показываете, рассказываете, это истории города и страны, об этом мы поговорим чуть позже. Альтруист. Стоит начать вообще как бы с рассказа про такое движение, которое присутствует не только в Риге, в Латвии, не только в Европе, оно называется на английском языке Free Walking Tour. Это никакая не объединенная организация каких-то там союзов или чего-то подобного, это, в принципе, все существует параллельно, независимо друг от друга. Free Walking Tour можно на русский язык перевести как бесплатный пеший тур. Такое движение появилось, по крайней мере, что говорит Википедия, это в Берлине в 2004 году. И на сегодняшний день, вот сам лично проверял, во многих странах, крупных городах присутствует вот это движение. В чем его суть? По городу водят экскурсии, заранее объявленные, в определенном месте встречи, в любую погоду, независимо от погодных условий, проводят ребята бесплатные экскурсии. Если есть желание, туристы, гости могут оставить чаевые, но это добровольная основа, никаких, скажем так, определенных такс не назначается. То есть это действительно вот лежит там коробочка, либо портфель открытый, если кто хочет, может что-то оставить, никто не смотрит, не проверяет. И вот этой идеей я вдохновился от наших северных соседей в Таллине. Я в первый раз в жизни был на такой экскурсии, совершенно случайно по городу, по Таллину водили, и мне очень понравилось. И вот я уже на тот момент водил индивидуальные экскурсии, и я подумал, ну почему бы не попробовать в Риге сделать что-то подобное. Только эти экскурсии во всем мире проводятся в основном на английском языке. Это самый популярный язык среди туристов. Но я вот решил сделать на русском в Риге, потому что я знаю, что в Риге очень популярен будет этот вид экскурсии на русском языке, так как много туристов русскоязычных приезжает из наших соседних стран, просто много местных жителей русскоязычных. И я запустил в 2014 году по Риге бесплатные пешие экскурсии. Они сегодня представлены не только в Риге на русском языке. Вы можете их до пандемии, по крайней мере, встретить. Можно было их в Барселоне, в Риме, в Тбилиси, в Грузии. И, соответственно, на двух из этих трех я был лично и удостоверился и очень шикарные русскоязычные бесплатные туры. Вы по своему образованию довольно далеки от истории, потому что когда мы встречались с вами несколько недель назад в майские праздники, и я участвовал в такой индивидуальной экскурсии, под вашим руководством мы прогулялись по городу, вы упоминали, что ваше первое образование юрист. Ну, первое и единственное высшее образование, да. Потому что у меня есть еще средне-техническое, это техник программирования. Каким образом появился интерес к истории? Когда он появился? Что способствовало? Интерес к истории появился еще в школе, на уроках истории. Я, в принципе, тогда уже хорошо учился, и школьный экзамен я сдал тогда, по-моему, на 9 баллов. Не помню, почему до десятки не дошло. Ну, в принципе, 9 – это уже очень хорошо. И, в принципе, не сказал, что юриспруденция или образование юридическое, оно сильно далеко от истории. Все-таки там есть определенные связи, потому что… Хорошо, римское право, допустим, это в основном история. Конечно, да. То есть мы не можем отделить, на самом деле, право от истории, историю от права. Они идут где-то параллельно, но при этом очень часто соприкасаются. Это видно вокруг да около, в том числе на истории нашей страны. Да, сколько прав мы здесь поменяли за последние 100 лет. Да, вы правы. Хорошо, таким образом, я понимаю, что интерес к истории появился еще в школе. Способствовал ли этому педагог? В какой-то степени, конечно, да. То есть была хорошая учительница, безусловно. Но, наверное, все-таки больше интерес, наверное, пришел из семьи. Да, то есть вот разговоры, как говорят на кухне, бабушка, точнее, моя няня, она была блокадницей Ленинграда, и, в принципе, оттуда какая-то история появилась, скажем так, военного времени. И так все по ниточке как-то разворачивалось, вплоть до того, что мне стало интересно, в принципе, ну вот я не скажу, что я люблю очень сильно античное время, но вот, скажем так, нашу эру, да, вот мне интересно периодически узнать, как там в нашей эре все это происходило, а 20 век, ну это, конечно, тема, которую можно изучать по-прежнему, поскольку 20 век не поставил еще точку. Споры в семье, какие-то, может быть, даже эмоциональные конфликты на почве истории, вы что-то подобное наблюдали? В моей личной семье, да? Да, ведь нередко как раз история 20-го столетия, мы это видим по целому ряду и, скажем, художественных проектов, театральных проектов, как раз создают трещины в семье. Ну каких-то таких конфликтов, которые бы положили конец отношениям, ну лично я не знаю. Да, конечно, споры бывают, поскольку все мы разного поколения люди, кто-то вырос в советское время, я уже, как я себя называю, продукт независимой Латвии, поэтому где-то у нас, ну, конечно, расходятся точки зрения, но мы не переводим это все в крайности, да, все-таки надо жить завтрашний днем, можно просто взглянуть, что было вчера, но живем-то мы сегодня и надеемся на лучшее завтра. Говоря о завтрашнем дне, я должен сказать, что по моим наблюдениям, может быть, довольно скептическим, латвийское общество в целом, а там уже есть отдельные вариации на тему, застряло в прошлом. И каким-то образом и политическая элита, и латвийский президент, и интеллектуальная элита, и художественная, да и каждый из нас в быту каким-то образом вот вцепился, условно говоря, в свое прошлое, считая его именно своим, закрывая его для других. И вот как-то находится в таком вот коконе. Как вам кажется, как человек, который вы сами назвали себя продуктом независимой Латвии, то есть вы человек, который появился на свет уже в независимой стране, в стране, которая, конечно же, до сих пор не смогла, условно говоря, переработать свое тяжелое прошлое, но не кажется ли вам, что страна и не хочет этим заниматься, общество? То есть можете ли вы нас как общество обозначить вот как лентяи в какой-то степени? То есть мы не занимаемся своей историей, мы пересказываем нашу боль, но мы не пытаемся ничего с ней сделать. Мы совершенно не пытаемся ее анализировать, я бы сказал. То есть мы уверены в своей правоте, и в правоте той информации, которую мы получили когда-то, мы не пытаемся ее критически анализировать, и мне кажется, это одна из самых больших проблем нашего государства, и поэтому де-факто мы двухобщинное общество, поскольку эти две общины имеют совершенно параллельное представление о XX веке, и очень часто одни упрекают других в каких-то домыслах и мифах, даже я бы сказал, которые не подкреплены... То есть этого даже источника нет такого, чтобы сделать вывод на том мифе, который базируется в одной или другой общине. Но тем не менее этот миф присущ, и вот ими как бы люди живут и пытаются, ну, как сказать, аргументировать то, каким должно быть будущее. Да, вот это самое печальное, то есть они говорят, вот если было так, то в будущем нас ждет это. Ну, тут я немного не согласен, я считаю, что нельзя так сильно проецировать прошлое на будущее, это все-таки не одно и то же, начало XX века и начало XXI века, это совершенно ничего общего мы не имеем, скажем так. У нас появился звонок, давайте его примем, одевайте наушники, пожалуйста, вы в эфире, добрый день. Добрый день, вы знаете, Денис, я забыла, как вашего гостя зовут, как-то... Александр, Александр. Да, но у меня к нему, я не знаю, предложение или что. Он не читал книгу Макеавеля «Государь». А в связи с чем вопрос? Вот если почитать «Государь», Макеавеля, он был давным-давно, и то, что он описывал про империю, еще всякие разные вещи, точно повторяет XX век. Все эти вот его высказывания, все его исторические экскурсы, все точно как XX век, в том числе и история нашей Латвии. Спасибо большое. Почитаю почитать. Благодарю вас. Потому что история, повторяется, постирались. Спасибо. Спасибо. Вот комментарии, предложения к чтению. На самом деле, помните, что мы с вами, когда прогуливались по городу, я тоже упомянул одно сочинение Довлатова, именно «Заповедник». И это как раз иронический, довольно грустный рассказ о экскурсоводе, но совсем другой эпохе, рассказывающий, значит, о биографии Пушкина или придуманной биографии. И тут, я думаю, что мы постепенно могли бы перейти с вами от общих тем, скажем, политики истории, политики памяти, к тому, чем занимаетесь вы. Потому что я считаю, что любая деятельность, которая связана с альтруизмом, она в нашем обществе скорее все еще нечто редкое, может быть, многим даже непонятное, зачем тратить время, свои выходные, можно развлекаться, можно ездить на природу, идти в супермаркет, а вы тратите несколько часов, потому что экскурсия у вас довольно длительная. Два с половиной часа, да. Два с половиной часа вы тратите своих выходных дней, потому что вы работаете всю неделю, скажем, в совсем другой сфере. Для чего вы это делаете? У вас есть, хорошо, одна функция – это желание рассказать, поделиться тем, что вы сами узнали. Есть еще какие-то другие слои? Новые знакомства. На самом деле я никогда не скрывал, что благодаря этим экскурсиям у меня появился очень хороший друг здесь, в Риге. Он переехал в Ригу жить из России, и он потом, ну, как сказать, он репатриант, да, то есть его предки когда-то уехали жить в Россию. И вот он переехал в Ригу, на экскурсию ко мне пришел, так случилось, что он был то ли один, то ли их двое было там на экскурсии, и, в общем-то, мы с ним очень хорошо познакомились, и сейчас мы близкие друзья. Потом были другие знакомства, там, допустим, девушка, которая живет во Франции, приезжала тоже в Ригу, на экскурсию попала, завели контакты, и в итоге я у нее гостил в городе Нанти во Франции. Прекрасно, я считаю. То есть вот ради уже вот таких вещей стоит водить экскурсии, да и просто люди бывают крайне интересные, которые потом меня приглашают, либо я их приглашаю куда-нибудь пообедать и просто поговорить на нас интересующие темы. Скажем так, это очень полезная такая вещь в нашем веке дигитализации, когда, особенно сейчас, когда, вот вы сами упоминали, что можно по Zoom общаться, да, можно вот за столом. Это совершенно разные ощущения, по-прежнему, для меня. И поэтому я не представляю, как вот можно водить экскурсии, допустим, в Инстаграме, там, да, потому что был такой ко мне призыв, продолжаю водить экскурсии, но вот удаленно. Но это совершенно не то, я не готов. То есть это второе обязательно условие для меня, то есть почему я этим занимаюсь, да, ради новых контактов. Это может быть один контакт в два месяца, да, то есть остальные как бы люди на фоне прошли. Но вот ради этого одного контакта стоит водить экскурсии, потому что это крайне интересно. Подобные очные экскурсии, когда вы встречаетесь с людьми, их много, ведь это же и эмоциональная нагрузка. Да, безусловно. Особенно, что люди бывают разные, и бывают, скажем так, люди, которые высасывают из тебя все соки. Но я, скажем так, как сказать, стараюсь ко всем относиться одинаково, и да, эмоциональное истощение тоже после экскурсии присутствует определённое. Но это, знаете, это приятное достаточно чувство, потому что я не просто в пустоту говорил, да, то есть я передавал какие-то свои собственные знания, и, возможно, у кого-то побудил интерес к истории, кстати, не только Латвии. Многие не знают, допустим, интересные исторические факты там из истории или Советского Союза, или России, назовём это так, да, или там наши соседи из Эстонии, которые приезжают, они тоже иногда знают интересные вещи про Таллин, которые они не знают, будучи жителями Таллина. А я им здесь это раскрываю. Таким образом, вы включаете в свой рассказ и как бы ближнее зарубежье, или, условно говоря, наш Балтийский регион в целом? Любая моя экскурсия начиналась с вопроса, откуда вы. Да, мне всегда интересно крайне, поэтому я знаю, что у меня были гости из Южной Африки, из Кубы, Канады, да. Я не говорю про наших ближайших соседей, я говорю про такие самые интересные страны, да, то есть это Финляндия, это очень много из Германии, Израиль, безусловно, да, там очень много русскоязычных живёт. И когда я узнаю, откуда эти люди приехали, я пытаюсь что-то добавлять, чтобы им было интересно это в плане, ну, то есть откуда они приехали, чтобы охватить их территорию, где они сейчас в данный момент проживают. Что им просто было интересно потом вспомнить, что вот это было как в Риге, да, у нас, допустим, там, в Таллине. Я уже упомянул заповедник Довлатова, произведение, в котором одна из глав посвящена, скажем, такому короткому описанию или классификации туристов из разных тогдашних советских республик. Но мы не будем заниматься подобной классификацией. Может быть, на протяжении этих лет у вас тоже появились какие-то типажи или такие собирательные образы туристов. Можете вы каким-то образом создать для нас некоторую такую портретную галерею? У им очень много типажей, на самом деле. Там бывают люди крайне интеллигентные, то есть это люди, которые занимаются явно какими-то науками, можно так это назвать, да, потому что всякие разные могут быть занятия у людей. Ну, конечно, бывают такие интересные гости, которые приезжают уже с настроенной позицией по отношению к Риге или к Латвии в целом. И вот я-то пытаюсь как бы говорить всё в нейтральных красках, да, а они вот в буквальном смысле воспринимают это сразу либо всё в негативном таком цвете, либо пытаются ставить свои пять копеек, добавив мой рассказ, да, что я крайне не приветствую, потому что тогда теряется вот эта вот нейтральность по отношению к самому рассказу, да. И в целом, то есть вот эти вот люди, которые бывают, любят ставить свои пять копеек, они очень часто мешают остальным, которые как бы приходят в какой-то степени как чистый лист. Это не значит, что они приходят, наслушаются от меня, да, и потом всем это продолжают как бы переговаривать. Просто они приходят пустые в плане, что дайте мне черпануть вот эту вот информацию, но своей информацией я никогда не пытаюсь вешать ярлыков или там делать какие-то сенсационные выводы, то есть они получают эту информацию, а потом я какой-то степени призываю их анализировать то, что они получили информацию. Я не говорю, Латвия хорошая или плохая страна, я говорю, что Латвия – это страна, она есть. И у всех стран бывают проблемы, и бывают периоды рассвета. То же самое как бы вот в моём рассказе всегда присутствует. О сложной истории XX века и вашей интерпретации мы поговорим чуть позже, после короткого перерыва. Спасибо за то, что создали нам эту небольшую галерею образов, и мы поговорим также о том, возможно ли нейтральность в истории и в рассказах о истории. Но это будет чуть-чуть позже, когда мы вернёмся через буквально несколько мгновений и обратно в студию. На одной волне с городом. Радио. Радио. Болтку. Радио. Радио. Уважаемые радиослушатели, мы вернулись в студию. Это программа «Культ Просвет». И сегодня в гостях у нас экскурсовод, альтруист Александр Егоров. Мы в первой части нашей программы уже обсудили некоторые вопросы, связанные с нашей общей историей, с тем, насколько мы как общество готовы преодолевать какие-то сложные моменты в латвийской истории. И сейчас, я думаю, мы могли бы коротко вернуться снова к этой теме. Скажите, Александр, каковы по вашему мнению, ну если мы так можем выразиться образно, какие-то такие узлы нашей истории, истории латвийского общества, которые мы никак не можем или не желаем распутать? Вот где мы остановились, где мы, условно говоря, застряли? Ну, в принципе, застряли мы с падением Российской империи, там уже начинаются проблемы. Как только Российская империя развалилась, уже можно встретить диаметрально противоположные взгляды на историю. Это, в принципе, допускается, потому что это до сих пор такой острый вопрос не только в Латвии. Ну, в принципе, в любой стране, которая потеряла империю, да, это будет острый вопрос. И потом, конечно, это начинается и Вторая мировая война, там совершенно противоположное мнение, потому что еще многие политические силы используют это в своей игре на политической арене, да, и поэтому это все подогревается, подливается маслом в огонь. Но, в целом, мое такое четкое убеждение, проблема Латвии сегодня еще в том, что наше двухобщинное общество, латышское общество не видит во мне, допустим, как русскоязычном гражданине Латвии Александре Егорове полноценного гражданина Латвии. То есть я, как из серии, когда-то приехавший сюда, мол, чуть-чуть поражен должен быть в правах, потому что я не имею здесь корней. А при этом русскоязычное общество, то есть я обвиняю две общины, я не одну обвиняю, да, есть определенные отношения и к русскоязычной общине, к моей, то есть общине. То есть русскоязычная община, я это вижу постоянно на экскурсиях, не хочет признавать, что Латвийская республика это состоявшееся государство, то есть начиная с 1918 года. Многие, между прочим, убеждены, что Латвия появилась в 1991 году как самостоятельное государство, что никогда не было довоенной Латвии. И когда я спрашиваю, кто же тогда такой был Карли Сулманис, допустим, самый яркий представитель довоенной Латвии политический, то там определенный ступор вожу, конечно, людей. Они не очень понимают тогда, кто же был Карли Сулманис. Вы говорите о местных. Да, я говорю сейчас, конечно, только я говорю про Латвию, то есть я не говорю сейчас про граждан России или Украины, или Белоруссии. Я говорю, наш внутренний конфликт базируется, как мне кажется, на том, что мы не слышим и не хотим принять в сторону другой общины. То есть что я не понаехавший, а Латвия состоявшееся государство. Потому что то, что я слышу в двух общинах, как раз таки вот эта история, вот каждый день повторяется, что вот здесь как будто до пандемии русских вообще, условно говоря, русскоязычных не замечали, а потом вдруг оказалось так, что надо и информацию о пандемии преподносить на русском языке. Все-таки пришлось пойти на этот шаг, да, очень тяжелый шаг в правительстве, насколько я вижу. И, с другой стороны, постоянно мы можем видеть в русскоязычной среде, да, что вот Латвия – это несостоящее государство. В 2018 году мы получились якобы случайно, да, в 1940-м это было справедливое решение, да, то есть включить нас в Советский Союз. Ну и в конце концов, в 1991 году мы сами все это развалили и не сделали себя независимыми. Ну вот такая вот картина, я ее слышу и тут, и там. Моя личная боль. Это те мифы, которые нас окружают и которые создают как раз подобные стеклянные стены, где мы действительно видим вроде друг друга, да, физически мы вроде бы сознаем, что та вторая община существует, но что она думает, о чем думает и что ее беспокоит, мы этого не слышим. Это, кстати, один из вопросов нашей программы – слышим ли мы друг друга. Судя по всему, по вашему мнению, скорее не слышим. Чем старше поколение, тем меньше слышат, чем младше, тем они просто даже могут не задаваться этими вопросами. То есть там вопрос, не надо уже слышать историю, надо, они действительно молодое поколение смотрят в какой-то степени будущее. Скажите, а ваш собственный опыт встречи с латышской культурой, скажем, с латышской молодежной средой, когда вы переехали в Ригу, каков он был? Ну, по-моему, мы с вами уже говорили как-то на эту тему, что я переехал из Лепы в Ригу, пошел в русскоязычную школу, ну, школу у нас в меньшинстве, и, в принципе, я тогда этого не понимал, но вот сейчас я прекрасно понимаю, что я учился в школе, и я не побоюсь назвать школу словом гетто, потому что школа, в которой я учился, это, бессловно, было русское гетто, не в плохом смысле, а в самом классическом значении слова гетто, ни в коем случае нет здесь Второй мировой войны какой-то там еврейского гетто. То есть потому что я приходил утром в школу, это было приветствие на русском языке от гардеробщицы, надпись на стенах, надписи были, ну, там, объявления на русском языке, учителя все были русские, школьники, перемены, все было на русском. А потом я ушел в техникум, в государственный техникум, где преподавание велось исключительно на латышском языке, и тут я осознал, что оказывается, что есть, как бы, какая-то жизнь, где все происходит на латышском языке, в помещениях учебного заведения. И для меня было это, безусловно, стресс, было достаточно тяжело учиться, очень тяжело, потому что надо было какие-то термины на латышском узнавать. И самый яркий тому пример, как бы кульминация всего, когда я познакомился с девушкой, всегда рассказываю эту историю, она была латышка, жила, живет в Риге на улице Чака, и она подумала, что я приехал из России, хотя я родился в Латвии и в Лепве, да, я говорю, еще более в латышском городе, чем Рига. И для него было крайне удивление, что я вот, как сказать, коренной латвиец, так назовем, да, но с неидеальным латышским языком. Александр, у нас есть еще один звонок, давайте примем его. Добрый день, вы в эфире, пожалуйста. Извините, я по второму разу, но я хочу сказать про нашу обиду русских. Говорите. Мне 76 лет, я работала на заводе. Мы вместе с нашими латышами ездили на картошку. В конце месяца мы работали в цехе, и у нас совершенно одинаковые зарплаты были, положения одинаковые. Но в 91-м году латышам почему-то дали гражданство, а мы должны были сдавать экзамены, и мало того, что еще присягу приносить, но ведь мы работали на Латвию вместе с латышами, и вот тогда и началось разделение. И многие русские до сих пор не могут забыть эти обиды. Спасибо. Спасибо. Да, я думаю, что это очень хороший, яркий комментарий, иллюстрация к тому, что вы сказали о периоде, когда, или, скажем, о поколении, которое, может быть, застряло в прошлом. Видите ли вы здесь какие-то решения? Хорошо. У молодежи свой темп, свое отношение к прошлому, скорее, может быть, это нахождение в будущем. А что делать другим поколениям, как вам кажется? Ведь наверняка среди ваших участников экскурсии есть и представители, допустим, поколения звонившей радиослушательницы. Сложный вопрос. Какой-то такой чудо-пилюли, наверное, у меня нет. Это работа, безусловно, с общинами, и не будет прямо такого четкого ответа. Все-таки надо, наверное, представить себе, что вопрос негражданства, который подняли, то есть что жители, русскоязычные, в основном, жители Латвии стали негражданами Латвии, это было политическое, безусловно, решение. Оно не отображало то настроение, скажем так, наверное, ну, скажем так, то видение будущего, какое должна быть Латвия. Это было еще и временное решение, так, по крайней мере, это провозглашали, как временное решение, но нет ничего более постоянного, чем временное, как мы знаем. И да, вопрос негражданства – это чисто политические вопросы, их сегодня просто не хватает политической воли решить его. В общем, классический пример. Моя мама негражданка, да, то есть далеко ходить не надо. Она действительно негражданка Латвии, хотя родилась в Латвии, ну, в советское время просто. И я прекрасно с юридической точки зрения понимаю, почему она негражданка. Я могу это объяснить и себе, и ей. Ну, другой вопрос, от этого кому легче, что мы можем объяснить с юридической точки зрения, почему негражданка. И как моя мама угрожает суверенитету Латвийской Республики, я слабо себе представляю. На самом деле она не то, что не угрожает, она только поддерживает этот суверенитет Латвийской Республики, ну, извините меня, воспитав меня как гражданина Латвии, работающего на благо Латвии. Ну, у нее не появилось отторжение латвийского государства, общества, политики. То есть, вот если здесь мы слышали скорее обиду в голосе, есть ли такая обида у вашей мамы? Наверное, лучше скажет моя мама, она слушает, наверное, сейчас нас, но, скажем так, наверное, обида в том числе присутствует, да. Ну, скажем так, наверное, если бы я поставил себя на ее место, у меня бы тоже была обида. Ну, по какой причине вдруг она стала негражданкой Латвии, прожив всю жизнь в Латвийской Республике, и просто, ну да, был другой строй. И, скажем так, на сегодняшний день я вижу, что это забывается, да. То есть, как говорится, время лечит, и мне кажется, вот моя мама, если она меня слушает, она стала гораздо более, ну, я не очень люблю это слово, но лояльнее Латвии, да. То есть, в таком широком смысле, не в том, которое там определенная политическая сила пытается навязать нам. Если мы говорим о тяжелой истории 20 века, то как в ваших рассказах вы интерпретируете 40-й год? Интерпретация там достаточно проста, поскольку у меня бывает очень много гостей из России, не моя задача поднимать дискуссию, либо чему-то их учить, или, говорю, сенсационные какие-то вещи им преподносить. Я называю это присоединение к Советскому Союзу. Иногда бывает острый вопрос, да, то есть, была ли это социалистическая революция, или это было добровольное включение, тогда я высказываю действительно свою точку зрения, что добровольного там было мало. Но в целом я пытаюсь не раскручивать эту тему, потому что она может привести в тупик, и мы в итоге можем испортить как бы общее настроение экскурсии, но это не наша цель. Я уделяю внимание, конечно, советскому периоду Латвии, но это не главная моя тема в моих экскурсиях. Она проходит только в плане какого-то быта, архитектуры и изменения городской среды, но ни в коем случае не в политическом контексте. Хотя, конечно, я иногда упоминаю, не скажем так, не всегда, но иногда упоминаю о трагических последствиях, допустим, репрессии. И репрессии я упоминаю все, которые были в Латвии, не только благодаря советской власти. То есть, я говорю и про, в том числе, и нацистские периоды времени, когда были репрессии здесь, и при Уманисе были репрессии. То есть, репрессий было много. Репрессии здесь были всегда еще и при царе. Да, то есть, еще вот мой друг, который приехал из России, потомственный латыш, то есть, у него предки в России оказались. Там, то есть, они оказались, ну ладно, может, его семья там на самом деле шли за землей, но в 1905 году были репрессии против тех самых революционеров и в 1905 года, в 1905 году были репрессии. Да, то есть, всегда были здесь они. Скажите, во время ваших прогулок вам самому, как экскурсоводу, удалось найти общее пространство? Вы уже упоминали, как бы, две реально существующие общины, общины памяти, общины языка. А общее пространство, где латышская и русскоязычная культуры Латвии встречаются или соприкасаются, как-то влияют друг на друга, удалось вам лично для себя найти это общее пространство? Потому что здесь мы его ищем уже шестой сезон. Может быть, нам удастся от вас узнать, в конце концов, есть ли это пространство на самом деле? Ну, пространство, знаете, где у нас есть общее какое-то? В нашей истории до, наверное, 20 века. Я всегда говорю, что там мы были просто частью больших империй, и неважно, это была Российская империя, то есть люди иногда неправильно много воспринимают Российскую империю, им кажутся, что Российская империя и Русская империя – это одно и то же, скажем так. Нет, в Российской империи, допустим, Рига – это был немецкоязычный город, то есть он совершенно не был, скажем так, русским городом. И при этом можно тоже встретить такое мнение, что вот латышей, ну, так я сейчас условно очень говорю, что латышей при немцах в городе не пускали в город, то есть их не пускали в город. Хочется спросить в ответ, а русских пускали, что ли? Ну, я имею в виду, конечно, крестьян, потому что не забываем, что русские люди тоже были крестьянами, и не все они были обязательно элитой либо знатью. Поэтому мы говорим просто об общих каких-то исторических моментах, которые, ну, нас могут объединить, потому что крепостное право отменяли как у нас, так и там, если говорим про Россию современную. Притом у нас раньше отменили крепостное право. Что, мы лучше от этого? Нет, конечно, просто оно произошло. И это был определенный момент, это был важный момент для создания латышской нации. А в России крепостное право – это, в принципе, в какой-то степени через несколько десятилетий побудило к революционным движениям в империи большой. Так что история до XX века, она может объединять нас. XX век нас разобщает, безусловно. А современная история или, условно говоря, новейшее время, как это говорилось когда-то в учебниках? Да, новейшее время. Новейшее время, ну, сложно о нем как бы судить как-то. Я его не сужу, я просто рассказываю, как есть. Допустим, ни для кого не секрет, что из Латвии уезжает очень большое количество человек. И это уезжают как русскоязычные жители Латвии, так и латыши. Если это россияне присутствуют у меня, то современная история, новейшая история для нас может быть в том ключе, что, ну, я не знаю, скажем так, какие-то такие бытовые могут быть какие-то вопросы, что вот смотрите, как нас поглотила была та же дигитализация сегодня, да, ну, какие-то такие вещи. Ну, хотя, честно признаюсь, с Россией мы идем в разные стороны, да, нам очень тяжелее будет находить какой-то общий язык. Безусловно, это где-то в этом есть политика, но и на бытовом уровне мы начинаем немного отличаться друг от друга. Это вопросы там, допустим, в налогах, уплате налогов, да, то есть это та вещь, которая в Латвии на слуху, не помню ни одного года в Латвии, когда не говорили про налоги, да, как бы в России о налогах думают в меньшей степени. Они там есть, безусловно, но платят ли их там, это большое просто... Вы имеете в виду налоговая декларация, когда вовремя подать, там не пропустить и так далее. Да, то есть я это делаю вывод на... Общаясь с новыми рижанами, условно говоря, да, вот те самые рижане, которые новые приехали из России, Украины. Это не обязательно Россия, я называю Россию очень условно, да, потому что есть Украина и Беларусь еще очень так же активно теряющая свое население, которое переезжает к нам жить. И когда я говорю, что вот я каждый год подаю налоговую декларацию для возврата налогов, для них это удивление. Это так бывает только в фильмах где-то, да. А я говорю, что вот государство мне возвращает, ладно, не очень большие деньги, но оно возвращает, да. А для них это непонятные вещи, как вот у меня есть такое отношение с государством, что я подаю налоговую декларацию. Что вы доверяете друг другу. Да, то есть есть доверие с государством. Это в этом плане мы, конечно, совершенно становимся разными людьми. Ну и куча вот таких вот каких-то нюансов, которые мы просто не замечаем, потому что мы живем уже 30 лет с этими нюансами. Для них нюансы, для нас это быт. А язык, русский язык, какие-то отличия региональные. Филологи нередко говорят о так называемых балтийских вариациях русского языка. Это еще не диалекты, но это уже некоторые вариации на как бы на тему, когда национальные языки этих государств начинают как бы проникать в русский язык. То же самое происходит с моими коллегами, например, в Германии, где просто-напросто, условно говоря, русифицируется немецкий глагол и добавляется русское окончание. И это очень забавный гибрид. Вы что-нибудь такое ощущаете? Кто-нибудь, может быть, вас исправляет или говорит, а что это за слово, я не понимаю, что это значит? Или вам, может быть, надо что-то на русском разъяснить? Да, есть такое. Так как я уже упомянул, что я продукт независимой Латвии, я получал уже билингвальное образование, и с русским языком, ну, худо-бедно у меня плюс-минус ничего, но можно и лучше всегда. И, безусловно, были ошибки, есть по-прежнему ошибки в моей речи и письме. И самый яркий пример, я водил уже экскурсии, не первый год. И я когда рассказывал, допустим, ну, вот в Латвии там был экономический кризис, я говорил, что у нас инфляция была там у 17,5%, и я понятия не имел, что слово «кома» в русском языке не присутствует такого вообще. То есть я говорил много раз это, и меня никто не поправлял, и потом однажды мне задали вопрос гости из других стран и спросили, а что значит «кома»? Я говорю, ну как, там 18,5%, типа, да? И настолько мне это было неочевидно, потому что в школе мы привыкли к «кома». Учительство поправляло, честное слово, поправляло, нас говорило, нельзя говорить «кома», но она как-то или не объяснила, что это вот заимствование из латышского языка, либо я просто не придавал значения. Также еще со школьных лет, я помню прекрасно, никто не использовал слово «удостоверение», все говорили «аплециба», просто так, видимо, проще было, так написано было, да, вот поэтому «аплециба», «аплециба». Ну да, и я всегда говорю, что наш русский язык в Латвии, он скорее более консервативен, чем русский язык, допустим, в России. В России, особенно в Москве, безусловно, очень много англицизмов появляется, что сложно понять периодически, что говорят люди, да, из Москвы, москвичи, а в Латвии это такой законсервированный немного язык, он получает какие-то заимствования из латышского языка, да, но при этом, вот посмотрите, шикарный пример, мы используем слово «талока», большая «талока», ну, левая «талка». В России не знают, что такое «талока». Я бы тоже, конечно, не знал, но поскольку вот наше движение вот этого «большой талоки» решило так себя назвать на русском языке, старое, доброе русское слово «талока», оно актуально, не субботник, а «талока». Да, очень интересно, я на самом деле впервые услышал об этом. Надо сказать. Наш разговор постепенно приближается к окончанию, поэтому я хотел бы, может быть, перейти к более практической части. Как происходят ваши экскурсии? Технически, условно говоря, можете представить некоторые алгоритмы? Как вот, например, можно попасть к вам на экскурсию и прослушать ваши рассказы? Ну, мы говорим сейчас про время до пандемии, да, потому что сейчас все, конечно, нарушено. Меня очень легко, относительно легко можно было найти в поисковиках Google или Яндекс, вбивая туда слово «экскурсия по Риге» или «бесплатная экскурсия по Риге», можно было найти мою страницу там, можно было найти меня в Фейсбуке также, в Инстаграме, ВКонтакте. И, соответственно, там всегда было объявлено, что вот по выходным в 11.00 от памятника свободы начинается моя экскурсия. Любую погоду, метель, дождь, снег, минус 20, плюс 30, неважно, экскурсия начинается, если только там не объявлено иного. Да, то есть, ну, я иногда ухожу в отпуск, имею такой грешок, но в целом хожу в отпуск. И, соответственно, люди собирались там, всякие разные просто приходили, многие заранее звонили, предупреждали, но я говорю, регистрации никакой нет, просто экскурсия будет, и всё. Есть какое-то максимальное количество гостей? Нет. Нет. Самое большое количество гостей, которые были экскурсантов на МТУРе, это было 90 человек. 90 человек. Но это было эксклюзивное мероприятие, скажем так, это не была обычная экскурсия. В целом приходит от 1 до 30. То есть 1-30 – это вот то количество, которое у меня бывает в течение года, вот было до пандемии. Так что мы встречались за памятником свободы, и оттуда начинали свой маршрут 2,5 часа. Это либо Старая Рига, либо, как я называю, маршрут Альтернативная Рига. Потому что есть Старая Рига, это классический туристический объект, его все представляют и понимают, о чём идёт речь. Но есть другая, Альтернативная Рига, и это центр города, то есть это бульварное кольцо немного, его, скажем так, южная часть, от улицы Брибос до железнодорожной насыпи, и немного Московского форштата до мемориала сгоревшей синагоги. Вторая экскурсия Альтернативная Рига – это именно 20-й век, 19-й и 20-й век. Это самые болезненные, безусловно, темы, как мы уже выяснили, но при этом это самая живая экскурсия и проецирующая на нас по-прежнему. То есть эти объекты, которые там есть, и рассказы, они по-прежнему проецируются на нас. То есть через Альтернативную Ригу гости столицы могут узнать, на самом деле, что мы себе представляем как жители сегодня, какие мы имеем проблемы и какие у нас были события страшные в истории. Ну и, кстати, не только страшные, почему и позитивные. Потому что Старая Рига – это полулегендарные истории. Это где-то мифы, где-то легенды, где-то смешные рассказы, либо какие-то кровавые, ужасные, средневековые рассказы. Но это, скажем так, всё было давно и на нас уже никак не влияет. А вот 19-20 век, он имеет отражение в нашем обществе по сей день. Есть ли какие-то объекты или периоды, или, может быть, имена, которые вас самого очень волнуют? Когда вы рассказываете, вы, может быть, ощущаете, что некоторая дистанция, необходимая для рассказчика, исчезает, и вот появляется нечто такое, что каким-то образом просто засасывает вас в эту тему. Вот сегодня 14 мая, да, 14 мая. Завтра будет годовщина, очередная годовщина переворота в Латвии. Карли Сулманис пришёл к власти. Это, безусловно, тема, которая меня очень всегда тревожит, потому что я слышу про культ Улманиса по сегодняшний день, то есть, скорее всего, завтра может быть какой-нибудь автопробег в честь этой самой даты с флагами Латвии. На самом деле в Улманисе ничего хорошего не было, это было трагическое событие для истории демократии Латвии. Также у меня действительно были проблемы и конфликты с Иосифом Сталином, когда я упоминал его, и где-то я что-то неправильно о нём сказал, как это показалось своим экскурсантам, и была определённая такая дискуссия на эту тему. То есть, я чувствую, что авторитаризмы, то есть авторитаризмы, диктатуры, они мне неприятны, они меня цепляют, и я очень тяжело переношу несправедливость по отношению к вот этим, скажем так, отношению к диктатуре, которая несправедливая. То есть, диктатура заслуживает гораздо худшего отношения, чем оно есть в обществе. Вот так вот я бы сказал. Суждение. Да, спасибо. А как вам кажется, почему в латвийском обществе столь силён культ Ульманиса? Например, национальное объединение использует это, в принципе, партии, находящиеся в демократическом парламенте, культивируют идею как бы переворота и отказа от демократической культуры. Как вам кажется, в чём причины? Почему эта сильная рука всё ещё столь желанна? Возможно, это есть определённое историческое наше наследствие, то есть наследие, потому что мы долгое время жили, когда вот была, скажем так, сильная рука, когда можно было стучать по столу и был определённый лидер у государства. То есть, мне кажется, наше общество не готово на себя брать ответственность и гораздо легче жить, когда ты можешь ответственность переложить на кого-то, а ещё проще жить, когда один человек несёт ответственность. И вот Карли Сулманис в истории остался как бы с таким вот, ну как бы с таким грузом ответственности, что вот он всё решал и всё удачно. Но то, что неудачно, мы на самом деле просто не знаем. Да, об этом не говорят, об этом скрыто, ну скажем так, не то, что скрыто свидетельство, но просто их не выносят на показ эти трагические события, скажем так, с Улманисом. И наше общество просто вот живёт этой историей, что когда-то были Улмани-лайки, времена Улманиса, когда вот были молочные реки, когда мы торговали со всем миром, и всё было прекрасно. А что было за вот этими молочными реками, да, никто не хочет видеть. Ну, профессор, историк Странга в своих публикациях последнего времени очень глубоко анализирует эту ситуацию, экономический кризис и политический тоже, так что, в принципе, я думаю, что здесь постепенно, по крайней мере, на уровне исторического анализа что-то всё-таки развивается. Спасибо большое за то, что сегодня нашли время для нашей беседы, спасибо за то, что рассказали, как происходит ваш тур, потому что я надеюсь, что после окончания пандемии вы сможете возобновить ваши прогулки и ваши рассказы. Сегодня в гостях у нас был Александр Егоров, экскурсовод-альтруист, историк, любитель, который рассказывает туристам, русскоязычным туристам о том, что происходило в Латвии в различные исторические периоды и каково настоящее Латвии и Риге. Спасибо, уважаемые радиослушатели, за ваши комментарии и вопросы. Благодарю моего коллегу Родиона Золотарёва за обеспечение технической части нашего эфира. Всего вам хорошего, хороших выходных и до свидания. До свидания.